Ганс Христиан Андерсон, Дюймовочка Жила-была женщина. Ей очень хотелось иметь ребеночка. Да где же его взять? И вот пошла она к старой колдунье и говорит, где мне достать ребеночка? А колдунья отвечает, ступай домой, будет у тебя ребеночек. Ты только посади это зернышко в цветочный горшок. И дала зернышко. Женщина посадила его в горшок, и тут же вырос красивый цветочек. Он был похож на тюльпан. Но когда бутон раскрылся, женщина увидела, что между лепестками сидит маленькая девочка. Эта девочка была ростом с дюйм. Вот ее и прозвали Дюймовочкой. Дюймовочка была очень нежная, красивая, добрая девочка. А как она пела? Женщина радовалась, что у нее появилась такая дочка. Дюймовочка спала в скорлупке грецкого ореха. Лежала на голубой фиалке, а укрывалась лепестком розы. Но однажды ночью в комнату пробралась здоровенная жаба и похитила ее вместе со скорлупкой. Когда дюймовочка проснулась, то увидела, что ее скорлупка лежит уже не на столе в комнате доброй женщины, а на большом зеленом листке посреди широкой реки. Из воды выглянула отвратительная жаба и сказала, познакомься, это мой сын, скоро вы с ним поженитесь. Из воды вылез сын жабы. Он был еще отвратительнее мамаши. Как тебе повезло! Мой сын завидный жених. Он лучше всех умеет ловить мух и комаров. Свою жену он будет кормить самыми жирными мухами и отборными комарами. Жаба с сыном поплыли устраивать жилье для будущей семьи. А дюймовочка осталась одна. Ей было грустно. Она совсем не хотела выходить замуж за отвратительного жабьего сынка. И рыбки, которые плавали под листом, тоже не хотели, чтобы такая симпатичная маленькая девочка досталась такому уроду и потом всю жизнь питалась мухами хотя бы и жирными. Рыбки подплыли к стебельку, стали его кусать и раскусили. И лист поплыл по реке. Вдруг прилетел майский жук, схватил дюймовочку и полетел. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж «Вы только посмотрите, у нее всего лишь две ноги. Ног должно быть шесть, и на лице должны быть усы. Где твои усы?» «У меня их нет», — грустно прошептала дюймовочка. «Зачем мне жена с двумя ногами и без усов?» — подумал жук. «Вокруг столько незамужних барышень, шестиногих и усатых». Жук улетел, а дюймовочке очень понравилось на поляне, в траве, под ярким солнцем. Здесь она и стала жить. Сплила себе колыбельку под большим лопухом. Это теперь был ее дом. Так продолжалось целое лето. И осень, а потом наступила зима. Не было больше цветов, они завяли. Не было больше лопуха, он засох. Не было солнца, стало холодно и голодно. Печальная дюймовочка брела куда-то, сама не зная куда. Одна полевая мышь пожалела ее и пустила в свою нору. Там было тепло и много-много зерен. Дюймовочка снова повеселела. Целыми днями она подметала мышиную нору и пела песенки. Однажды ее пение услышал сосед полевой мыши Крот. Оно ему так понравилось, что он прорыл специальный ход от своего жилища к норе, где жили мыши дюймовочка, и стал захаживать в мышиную нору, чтобы послушать ее ангельский голосок. Дюймовочка тоже ходила в гости к Кроту по специальному ходу. И однажды она обнаружила там ласточку. Она не смогла улететь в теплые края и замерзла. Ох, какая печаль! Дюймовочка прижалась к груди мертвой птички и вдруг почувствовала, что она еще живая. Ее сердце билось. Дюймовочка согревала ласточку своим дыханием, гладила ее и просила не умирать. И ласточка не умерла. Всю зиму дюймовочка кормила птичку зернами и поила из своих рук. А когда наступила весна, ласточка сказала, «Спасибо, девочка! Я никогда тебя не забуду!» И вылетела из подземного хода прямо в небо, навстречу солнцу. В норе девочка трудилась целыми днями. Крот тоже трудился. Он решил жениться на дюймовочке. А ведь жену нужно кормить. И вот наступила поздняя осень. Колосья с поля убрали. И Крот наконец сделал дюймовочке официальное предложение. «Это большая честь для нас!» Сказала добрая мышь. Дюймовочка только и мечтает о том, чтобы стать вашей женой. Правда ведь? Девочка не стала огорчать добрую мышь и слепого крота. На самом деле, дюймовочке было очень грустно. Она думала о том, что теперь ей придется жить глубоко под землей. Крот добрый и заботливый, но он не любит солнце. В его жилище всегда темно и сыро. Не о такой жизни мечтала дюймовочка. И не о таком уже. Тут уж ничего не поделаешь. Подумала дюймовочка. И в последний раз вышла из нору и увидела свою ласточку. «Я улетаю в теплые края, и ты можешь полететь вместе со мной, если захочешь». «Хочу», — ответила дюймовочка, и они полетели в теплые края. Там, куда они прилетели, ярко светило солнце. Ласточка посадила ее на красивый цветок. И вдруг дюймовочка увидела между лепестками прекрасного юношу. Такого же маленького, как и она сама. У него на голове была маленькая корона, а за спиной два прозрачных крыла. Это оказался принц эльфов. Они сразу полюбили друг друга. Теперь дюймовочка стала королевой эльфов. Она была совершенно счастлива. Именно о таком муже она всегда мечтала и о такой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова